Всем привет! Несмотря на то, что сегодня выходной день начался, он у нас весьма активно. Настя убежала рано-рано утром в спортлайф. Плавать, заниматься спортом, вообще она так за себя взялась. Мы только что ездили с Шариком к ветеринару. Видите, он устроился у меня под ногами в машине и лежит. Видите, ему забинтовали лапу. Подробнее о том, что с ним и что делать, вы можете увидеть на канале Хомки. Я вам ссылочку на это видео оставлю, как его вообще ветеринар рассматривал. Было достаточно интересно. И сейчас мы едем за Надей, заберем ее и поедем к нам домой с Надей вместе. Так, подъехали мы, остановились на площади, где стояла главная елка на Новый год. И Надя должна вот сюда на остановку подъехать на 21 автобусе. Мы теперь ее будем ждать. Погода у нас ничего, мокро, но зато солнышко. И уже приятно, уже весной пахнет. Так, Надя позвонила, сказала, она еще далеко. Я пришла к нашей машине и прихожу к выводу, что ее срочно надо уже мыть. Уже вроде слякоти сильной нет, она реально уже такая грязная. Просто на солнце это очень хорошо видно. Так, я думаю, что здесь уже подъезжает Надя. Вот 21 маршрутка. И скорее всего... Ого, куда она? Ничего себе. А, ну да, это здесь троллейбусы, останавливаются маршрутки дальше. Видите, я давно не ездила на общественном транспорте и подзабыла, что и как. Где там Надя? Что, нету? Нету, это не та. Значит, следующая 20... А, есть! Я уже думала, ты на следующий приедешь. Приветик. Нет, нет, быстро. Привет, привет, привет. Я летела. Я смогла. Пошли у нас шарик в машине. Да? Классно. Я буду с ним сидеть? Не, я с ним сижу. Ты с ним сидишь? Ну да. Он спереди. Сегодня тепло, я так спешила. Сегодня, да, где-то плюс 6. Классно, вообще было так классно. Все, едем к нам домой. Так, мы с Надей и бабушкой в магазине закупаемся. Сейчас, чтобы накрыть стол, будем с Надей готовить. Уже так прилично всего набрали. Много. Что нам еще надо? Батон, да? На бутерброды? Наверное, на дрожжи для теста. Дрожжи надо, да. Мы будем пиццу печь. Мы тебе целую тележку покупок привезли. А еще надо картошку покупать. Вон, забили пакетами просто. И тортик к чаю. Это на руки. Это я... Не, Надя возьмет. Давай, бери торт на руки, садись. Ты садись. Куда ты лезешь? Сиди, не бойся. Он думает, все вышли, а я остался. Эй, пассажир. О, Боже, что это? Кто это? Это бабушка возит с собой. Это бабушка лежала там, да? Не, она если холодно, типа, ей укрывается. Смотри, Надя, посмотри, вот тут в кармашке эти пригласительные для Дашки. Где? Вот тут. Салфетки. Нет, еще, там где-то есть. Вот, вот это? Нет? Наверное, да. Наверное, нет. Наверное, да. Там, посмотри. Места мало, что ли? Бабушка говорит, надо закрывать вот это верхнее окно, потому что уже солнце слепит, когда едешь. А, да? Ну, это прикольно. Прикольно, да, вот она ровная. Бабушка, и куда вы сядете? Да. Ты же эту шубу с собой таскаешь? И что теперь? А, как она мне тогда пригодилась? Хуба. Сегодня жарко, да. Куда ее деть? Я не знаю, у меня собака. Садитесь на руль вообще, ну, не стесняйтесь. Все хорошо. Костя, я думаю, разрешил. Я думаю, нет. Нет, думаешь? Шарюся хочет уже бежать гулять, а мы все, никак не доедем домой. Нельзя тебе сейчас гулять, зайка, ты на карантине. Все, мы приехали. Надя сейчас побежит заказывать какую-то молочку в свой магазин, да? Да. Может, беги, а мы пока разгрузимся. Потому что как собака. А, собаку боишься? Да, дойди сюда. Джетта, фу, фу. Фу, Джетта, свои, свои. Ты же, я же говорю. Ну, да. Она не кусается, но я ее боюсь. Меня укусила первый день, когда мы сюда заехали. Ко мне она не ровно выше. К нам тут приехала Вика и рассматривает хомячков. Смотри, я тебе сейчас покажу. Они все сидят в углу. Вот, они с каждым днем все больше. Я видела пару видео, где они еще маленькие-маленькие, слепые. Вика приехала нам с Надей дать некоторые советы. Наде рассказала немножко, что можно кушать. Да, надеюсь, Наде поможет, потому что она очень себя жестко держит в ежовых рукавицах. И это всегда плохо заканчивается. Там мне пишут постоянно, Лена, что мы с тобой, у нас теплые отношения потерялись. Меня замучили такими комментариями. Чуть ты перестаешь кого-то показывать вот на канале, сразу начинается. Они поссорились, они больше не общаются. Мне под последним видео, где мы с тобой у Димы на массаже. Что-то мне так впечатление, что Вика к Лене стала по-другому относиться. Уже не с таким теплом. И типа это, подождите. Все хорошо у нас с Викой. Мы должны облизываться, когда увидим, знаете, как собачки. Лизь, 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 лизь. Мы общаемся. У нас забиты дни. И у меня и у Вики настолько, что мы, когда пересекаемся, мы не успеваем вместе посидеть, там чаю попить. Пообщались быстренько, побежали дальше. Ну, намного чаще общаемся по телефону. Какие-то вопросы возникают. Лена мне звонит. Или я Лене. То есть переписываемся, общаемся. Мы живем сейчас в разных городах. И это же не будем все снимать постоянно. Ой, знаете, я сейчас пишу Лене. Смотрите, я пишу Лене. Ой, Лена мне позвонила. Алло, привет. Да, мне тоже вот еще удивляет. Знаешь, люди иногда делают выводы о твоей жизни вот по этому влогу, который там 15 минут за день. А вы не делаете того-то, того-то и того-то у себя дома. Откуда они знают, делаю я это или нет, понимаешь? То, что я хожу в тот момент, когда я хожу с фотоаппаратом, я говорю, там, Костя, сделай что-то Алисе или Настя. Ну, у меня же фотоаппарат в руках. Во все остальные моменты я сама это делаю. Да, я только что пришла к Лене. А Лена убирает вот игрушки, разгребает все, потому что... Так я каждый день тут ложу. Я не знаю, как я еще от этого не похудела. Да, я тоже смотрю в таком темпе, я говорю, можно есть что угодно. Не будешь худеть. Да. Ну да, Алиса сейчас уже такой живчик, что, наверное, ей так... Ну, кроме мороженого. Да, ей так получится, наверное. И пироженого. Да, так что так, все у нас хорошо, ребят. Да, не переживай. С Викой мы дружим, с Бимомой дружим, со всеми у нас хорошие отношения. Да. Просто мы не можем часто видеться, потому как живем в разных городах. Часто, ну, не всегда, когда мы видимся, даже мы это снимаем, скажем так. Ну, стараемся, потому что, ну, не всегда есть такая возможность. Да. Вот я сегодня вообще с телефоном снимаю, потому что фотик в Киеве. Там Маша снимает. А у нас тоже сейчас фотик, а мы же его Наде отдаем все время, Насте им фотик. Сегодня фотик у Насти, Настя побежала снимать себе на канал, потом мы опять его Наде отдадим. Ну да. В общем, у нас тоже фотики туда-сюда. Следующим к нам пришел Дима, который делал массаж, помните? Викинг, брат. Я с подарок к вам. Даже с подарком, спасибо. Да, да, да. Заходи. Сейчас покажу. Подарок такой. Я знаю, что нельзя, но надо мной. Торт? Да, но он классный, классный, классный. Красивый торт. Кручь. Хорошо. Пошли. Пойдем? Спасибо, да. Смотрите, Катюха нам вовсю помогает готовить. Насте еще так и нет дома. Она где-то снимает видеоблог на свой канал. Еще так и не вернулась. А, она еще с друзьями приедет. И бабушка помогает, и Надя помогает. Просто все вместе шуршим. Вау. Так задымилась. Вот таких курочек будут кушать наши гости. Это Надя сделала. Смотрите, что Катя придумала сделать. Как выложить сыр с колбасой. Такая получилась розочка прикольная. Это ты сама придумала или с интернета? Круто. Вот фантазерка. Пока ждем других гостей. Показываем наши игрушки. Диме. Это супер. Он прям в твои глаза смотрит. Что ты там такое тяжелое тянешь? Лизеня, это тяжело так, да? Алиса тут выставила животных. А где у нас лев? Алисочка, где лев? Смотри, лев. Лев. Да? А где собачка? Где собачка? Найди собачку. Собачка. Молодец. Лев. Да? Это лев. А где слон? Где слон? Найдешь слона? Вот слон, умница. Все понимаешь. А у нас еще обезьяна есть. Ее, кстати, когда гладишь по щеке, она к тебе поворачивается. А вот этот? Этот нет. Обезьяна, да. Он, по-моему, все равно реагирует, да? Да, он на прикосновения реагирует, да? Вау. Курицы реально такие вышли, зажаренные. Все. Так, Катюха трет бурячок, свеклу. Это на шубу, да? Да. Бабушка все еще чистит картошку. Алиса уже заэксплуатировала Диму. Он ей показывает, что в какой книжечке. Это пожарная машина. Пожарная. Пожарная. Второй раз в жизни тебя видит и даже ничего, нормально общается. Машина, биби. Бетонная мешанка. Машина. Опять этот насморк, я не знаю, не проходит у нее вообще уже, наверное, дней 10. Посмотрите, принесла следующую книжку и сама залезла на руки. Сама залезла. Будем изучать? Да? Это курочка. Это детка. Класс. Все рассказал. Прикол. Переворачивала. Эти руки готовили кушать. Молодец. А Надя тут делает шубу как-то вообще без сметаны. Представьте себе. То есть она будет диетичной, я так понимаю. Овощи. Или ты туда майонез обмешала? Майонеза. А? Я говорила. Я говорила. Тяде Надя спрашивает, где большие тарелки? Я говорю, там. Она становится вот так все-таки. Посмотри на меня и посмотри туда, где ты мне показала. Ну, реально. Тарелки, где тарелки, где я. Ну, да. Да, еще по Алисе сказали остальные тарелки. Ляля моя маленькая. Привет. О, Настя приехала. Привет. Привет, Настя. Привет. Давайте помогать. Сейчас уже вот-вот придут Лариса с Сережей. И Алиса решила еще подмести. Да? Порядочек навести к приходу гостей всех. Молодец. Ты как увидишь, да? Есть кака? Есть, да? Кака есть, да? Подметай каку. О, Даша приехала. Джетта тебя уже слушается, да? Джетта нельзя. Иди сюда. Приветик. Джетта, ну как пустынь, звони. Что я боюсь? Даша молодец, Папу провела. Приветик. Привет. Нет, ну в прошлый раз меня как бы это... Слушала, точнее позаврошлый раз. А в прошлый раз что-то на меня кинулась, то я чуть-чуть... Да. Слюблю. Так, Надя с Катей тут выкладывают все на пиццу. Красиво это выглядит. А чем намазали? Кетченезом? Да. Кетченез это майонез с печкой? Ну да. Видно, что ты не смотришь сериалы топовые. Дай мне чуть-чуть топовые, мама. Ну он уже у старелки мышь. Топовые в Неве. В Неве. А может водичку не с крана возьмем? Мы же купили много. А давай не с крана. Ты это выльешь ее и нальем хороший. Какого рода-то нет. Не, поверь, здесь вода в кранах даже иногда пахнет не очень. Вот это просто с кетчупом это моя. Тут как-то оно с выгребными ямами, Надя, связано. Я пока не поняла как, но... Реально, когда они переполнены, с крана очень... Очень не очень. Ну, Дашка уже с Алисой. А кого Назар приедет? Сейчас уже приедет. Уже они подъезжают. Браво! Даша ждет Назара. О-о-о! Хорошо. О, это я читаю просто. Все, Алиса уже с Дашей, да? Илья, короче, позже подъедет. Ну, хорошо. А что, еще вы сюда будете? Кукурузу? Да. Да, и яйца. Яйца? Оливки. А, оливки. А горошек нет? Нет. Нет. И помидоры нет? Нет. Настя, вон эта штука, ее надо помыть. Куда фрукты складывать, Настюш? Нет. На столе стоит. Кость передает. Так порежем пополам. Просто пополам? Банами? Да, просто пополам. Что разница между оливками и маслянами? Я не пробовала ни то, ни другое, поэтому... Вот, пускай напишут, да? Мне сложно ответить, да. Я тоже не пробовала. Я реально их ни разу не пробовала. Но я почему-то думаю, что я их не люблю. Да, я тоже почему-то думаю, что я их не люблю. Почему? Оливки мы ели. На Новый год. Ну, я, наверное, не ела, оставляла. Я никогда на пиццы не ела оливки, я их выковыривала. Не надо ковырять. Носу ковыряйся. Надя так обижена. И хвост такой под столом. Махает хвостик. Видите, что ж мы поменялись? Я сидела, а теперь потюха сидит. Местами, короче. Да. Пиццами. Говорит, я думаю, кого ты такая выковыриваешь? Вы так сидите в телефонах дружно. А Даша изучает кошку с Алисой на пункте управления. Они мне не хотят с собой всего брать. Да? Настя, ты не успеешь. Не, я не говорила, что мы не хотим. Настя, ты не успеешь. Нам в автошколу. А сколько вы возвращаетесь? Ну, в пятницу где-то пошли. Мне на это еду. Ну, успеем, мне на шесть. Куда? Мне не ехать в тош... Ну, раньше вы ездили. Только там, если Настю возьмете с собой осторожнее, иначе там будет лошадь ходить. Там есть лошадь! Ну, я точно еду, но вы меня не остановитесь. А есть это сегло? А есть сегло? Нет. Они же ее вроде запрягают и ездят. Да, Надь, вы ездите на лошади, запрягаете ее? Тележку? Ну. А нас встретят на лошади. Она не привыкала. Она на тележке поедет. Что, серьезно? Она не привыкала, чтобы на нее ездили. Она тебя спросит. Да, да. Она только укряшки. Она только укряшки. Ты будешь бутеры делать? Да. Так, где? Где вы палец, пацаны? Тут вы палец. Нет. Вот это вот убрать. Я тоже не вижу. Не на столе. А, вот. А это что, это масло? Сейчас купят еще. Сейчас Лариса, Сережа и Вика. И Назар. Уже тут? Ну, уже подъезжали, да. Сказали, зайдут, купят масло. Так что поедут Настя с Катей к Наде в село. С Надей. В пятницу. Да, если я не буду на работе. Нет, в пятницу мы назад вернемся. А, что, с ночевкой, что ли? Ну, да. Ого, а там есть где спать? Это удобно? Ну, на полу их положу. Не, ну это не проблема. Что им привыкает прям-то? Не, им-то не проблема. Ну, я шучу, там диван очень большой. Просто, просто, а что твоя мама скажет таким со столом приехали? Ну, скажет классно, что мы приехали. Да? Что она скажет? А во сколько в четверку езжай? Ну, с утра надо ехать. Ну, ты ешь пока эту, да, тоненько ешь. Надо тоненько и широко. Тоненько-тоненько. У тебя какие-то длинные. Так. Какие? Не, и такие пойдут, нормально. Главное, их тонко ешь, потому что оно не вкусно, когда толстый. Привет. Даша Назара заждалась. Хорошо, я понял. Заждалась, да? Привет. Здравствуйте. Привет. Вы масло взяли? Да. Давайте, это Насте вам как раз нужно. Когда меня люди ждут, они не выживают. Привет, социалисты. Да я прикажу, только один скелет остается. Мы вашего деда поездки увидели. Ага, прощание на двух колесах по дороге. А у Алиски насморк сильный. У нас закончились эти штуки, чтобы вытягивать. Я поехал быстро, тоже. Ну, он торопит. Но главное, он поставил этот регистратор, карточку, все будет видно, если что. У нас он шарика полечили, лапа забинтован. Его кто-то укусил. Да, сказали укус. Даша, это кто тебе дал? Назар. Да? Назар, ты что, специально для Даши купил? Да. И себе. Шоколадку. Да, он там себе сэкономил, собрал и купил. Молодец. Женский угодник. Попьешь водички? Сок. Ой, сок? Пустишь сок? Услышала сок и вернулась. Бабушки пропали, шоколадки ходят, разыскивают. На фруктозе. Изрядно потрепан, но не побежден. Лапа подает. Ну, я тут подошу. Замер. Оно уже у него заживает. Первые дни он вообще хромал. Знаете, как я открываю двери, когда руки заняты? Я так по жизни делаю. Вот так. Мы решили, что нам мало одного стола будет. Как-то все на нем слишком напихано. Решили добавить еще один. Тихо пол не царапать. О, что, нашли? Нет, соску не нашли. Просто попить ей дали, она успокоилась. О, нашли? Да, одну соску я нашла. А сколько человек? У себя в кармане. А дай моя сумка. Понятия не имею. Наверное, на вешалке. Так, ну что, мы расселись. Я хочу, кто не знает, познакомить с Димой вас. Это гениальный массажист. Он меня сейчас спасает от головокружения в буквальном смысле. Вот, Дима сидит. Вы познакомились? А, серьезно? Я знаю, что это Дима. А, ты понял, что это за Дима вообще? Да, я к нему. А я совсем рядышком сижу. Какие крестители. Дима учился у китайца, да? Да, китайц приехал. Где-то в 2000 году приехал в Черкассию. И передавал знания в восточной медицине. Сам он профессор был. И таким образом сейчас занимаюсь и владею навыками в восточной медицине. Дима крутые техники такие использует. То есть, знаете, я чувствую себя пластилином, когда вот он делает массаж. Я реально чувствую себя пластилином. А ты сам интересовался еще этим дополнительно? Или взял только от этого китайца? Нет. Китайская медицина была только стартовым началом моей практики. После этого я уже начал изучать нашу традиционную. Потом я закончил медицинское образование. Сейчас закончил выше. Ну, честно, у него массаж вообще отличается от всех. Вот кто мне делал массаж? Ну, для людей это важно. А значит, иглотерапию тоже он делает. Это же он Кате загонял иголки в пальцы. Мы еще иголочки маленькие специально ставили, чтобы запустить процесс и восстановление. Ну, ты тоже слышал круто. Да, да. И Кате круто помогло. У него за два дня уже отвалилась вот эта вся корочка с пальцем. Кому противостояние? Спасибо. Корочка. Да, палец уже... Катя продемонстрировала. Фу, как некультурно. Это же было для... Показывать пальцы. Можно было и по-другому показать. Вот так, да, хотя бы. Ну, все, всем приятного аппетита. Спасибо. Я, кстати, в тоже месте, куда я с Надей, за последнюю неделю Надя сбросила 2 килограмма, а я 4. Конечно. Не, ну она потом исправилась, надо было покушать. Понимаешь, я смотрю, ну, Костя начинает нервничать, говорит, да, Рая, у нас что-то в холодильнике вообще ничего нету уже. Что ты вообще готовишь кушать? Сегодня Катя очень много помогла мне готовить, очень много. Я просто, я честно, я думала, что она на меня уже злится, говорит, ты меня тихо ненавидишь. Все прям, даже 5 раз духовку мне накручивала, представьте. Что делала? Духовку, духовку, да. Спасибо. Продолжение следует...